Привет всем нашим, с вами Динамо ТВ и сегодня мы расскажем вам о том, что футбол это тоже модно. Друзья, ну что, домашний матч с Нафтаном позади, но впереди нас ждет еще две домашние игры против Крункачей и против Гранита. Юра, мы что-то стендап пишем, а ты чем занимаешься? Покемонов ловлю. Кого ты ловишь? Ну покемоны, мне сейчас все играют, даже футболисты. Наши футболисты играют в покемонов? Да, ты видел, ходят по полю с телефоном перед матчем, да? Да, 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 что-то такое я видел, это вот они вот этим вот и занимаются. Да на тракторе вообще полным-полно покемонов. Ты серьезно? Ну что, давайте посмотрим. Игра Pokemon Go за непродолжительное время стала настоящим хитом. Наверное, нет человека, который про нее не слышал. Число играющих достигло уже 100 миллионов. Среди них Антуан Гризман и чуть ли не вся команда Manchester United. Мы, тем временем, пришли к первому покестопу. Подождите. Здесь же должен быть большой синий столб. Иви. О, покебольчики. А вот еще Pokemon. А еще что, очень хорошо здесь нету конкурентов, кроме пары слесарей, которые там ходили, тоже ловили со своими айфонами. Я уже слоил целых трех покемонов. Трех! А я думал, ты Pokemon. А с Пикачу знаком, нет? А? А с Мяутом? Ты знаешь, где Мяут? Да это ж Пиджиота. Вот оно, вот. Здесь покемонов точно нет. Здрасте. А у вас покеболы есть в продаже? Девушка, девушка, не двигайтесь. У вас на плече крыса сидит. Откройте, пожалуйста, у вас в подъезде Пикачу сидит. О, нашел! Пикачу! У вас на плече! У вас на плече! Вы не поверите, на стадионе Трактор тоже есть покемоны. Мы поймали целых три штуки. А еще здесь, вот чуть-чуть левее, расположен джим, место сражений и один покестоп. Так что все любители покемонов, мы вас приглашаем в субботу на игру. О, чермильон! Это называют мировой эпидемией, массовым помешательством и истерией. Да и какие еще слова можно подобрать, глядя, как взрослые, казалось бы, люди, толпой бегают по улице, пытаясь увидеть на экране своего смартфона мультяшного зверя, покемона. Что за видео-зверь поселился в смартфонах по всему миру? И в чем-то нет успеха, что даже... ...полмира, второе пришествие покемонов на Землю. Компания-разработчик выпустила приложение для смартфонов, и по данным к этой минуте, в нем пользователи проводят времени больше, чем в самых популярных социальных сетях. В этом плане делал стрельбу по подросткам, которые играли в популярное приложение Pokemon Go. Несколько месяцев назад наш клуб вместе с компанией Mark Formel выпустил собственную коллекцию одежды. Теперь в разных уголках страны в этих магазинах вы можете купить нашу атрибутику, начиная от носков, заканчивая фирменными байками. А узнать мнение прохожих действительно интересно. Поэтому мы с Юрой решили пройтись по самым модным местам города Минска, это улица Октябрьская и Верхний город, и поинтересоваться, что же минчане думают о нашей одежде. Я должен выбрать? Нет? Ну да, вообще оценить, как вам. Мне нравится. Купер отлично. Ну, я бы ее не купила. Отвернула. А что так? Нет, нет, нет. Вы сниматься не хотите? Нет. Нет, это реально нормально. Ты снимаешь вообще, нет? Я люблю играть в футбол, но не умею. Она мне под штаны подходит. Хорошо, но мне не нравятся вот эти. То есть тут вот надо этим поработать, да? Да, друговами. Это уже получше. Это уже получше, да? Да, как-то она не такая заезженная тема. То есть такая более интересная, более молодежная. Нет. Нет вообще нет. Мы ненавидим футбол, если вы хуже? Мы с другом сделали мачку, ходим тут по улице, всем дурим в голову, спрашиваем мнение у людей. Расскажите, пожалуйста. Футболом не увлекайся, мы жимаем то, что такое бы, да? То есть можно было в такой майке стоять, петь песни, кидали бы вам всем тут копеечку. А пятерка это просто так или номер футболиста? Это вот пятая буква «Д» в алфавите. Наш символ буква «Д». Это ваш пятый номер? А? Да, я играю под пятым номером. Сейчас Кирюк, калмен, что-нибудь там делай. И что-нибудь, да? Да. Футбольный клуб «Динамо» рекламируем. Вот на футболисты сами. Никакого креатива. Никакого креатива, то есть у меня шансов нет, да? Нет. Почему она? Это рассчитана на женскую аудиторию или что-то? Вообще на всю аудиторию. Она должна нравиться всем, но та покруче. Покруче, да? А вот попсовая, да? То есть тоже изъездная. Ну вот эта фраза, да? Ну ничего такая круче. Ничего такая, да? А такая вот. Ты самый сильный клуб. Подождите, будешь покажите какой? Покупать, мы шли. Ну это как под олдскул какой-то. Ну интересно, вот это мне больше нравится. Она более красивая. Более крутая. Да, такая городская. То есть вы бы приобрели к своему мужу такую футболшку, например? Или сыну, вот это больше нравится, да? Тут есть пустое место, это не очень, ну надо что-то добавить обязательно. Так, вот ты для своего фальня посвятил бы такую мачку. Да. Себе бы купила. Вот это вообще самое главное. Если девушку нравится, у нас точно есть шанс. Это же Марк Ферме. Да. А, ну ладно. Смотрится классно, цвет необычный. Цвет забитого гола, конечно, само собой. Как он выглядит этот цвет? Он очень просто яркий. Фейнер яркий. Вот еще такой вариант, детский. Покажите. Ой, класс, вообще крутяк. То есть идея вот понравится, да? Вообще классно, это да, это сло. Тебе нравится такая мачка? Да. А ты футболист? Да. Попросил бы папу купить такую мачку? Да. А вот когда у вас будут дети? Племяшки есть. Или вот племяшки вы купили? Да, я бы купила. Купили бы. Как вам вариант? Вот это прикольно. Вот это вообще без изменений, в принципе. А если бы вот сделать... А не просто наркоманы. Ну, на самом деле, хорошо. Динамо, Минск. Пописано круто. Очень отличная футбол. Нравится такая мачка? Нравится, да? Она пришла бы в такой на футбол? Да. Подождите, дайте на маску посмотрим. Машу, Михайлович. Да. Это... Попойте камеру. Мы вас все равно будем ждать. Спасибо вам большое. Мы вас приглашаем в субботу на футбол. Стадион Трактор. 13.30. Приходите к нам. Спасибо. Спасибо вам. Хороший вечер. Спасибо.